1.1.1. С вами Стоун. Доброго вечера. Это игра The Hunter. Объяснять ее концепцию давайте в двух словах. В общем, я охотник. Это лес. В лесу есть олени, лоси, прочая живность. Я на них охочусь. И это хорошо. Играю. Я буквально, ну, может быть, минут 20 я побегал. В принципе, посмотрел пару видосов на ютубе. Ну, тоже минуты по 15. Специально, дабы не создавать ощущение такого опытного игрока, на самом деле я нифига не знаю. Ну, как вот, что смотрел, собственно, то я и буду, так я и буду действовать. Вот вся у нас карта. Ага, прицел включаю вместо карты. Так, так, ну давай же, включайся, родимая. В общем, я здесь. Да ладно вы. Ну, что ж ты. Вот. Я здесь. А это вот, собственно, локация, в которой я буду бегать. Ну, достаточно много, на самом деле. Большая локация. Я ничего не скажу. Меня зовут Света Кей. Здравствуйте. А, на моей... Где видео... Так. Все. Извиняюсь. Вот. Гаджеты. Ну, как, это начально... Чтобы охотиться на лени, нужно купить лицензию. В общем, лицензия у меня есть, или членство. Там уж, как это... Инвентарь у меня стандартный. Ничего не задоначено. Чисто так, для своего удовольствия. Побегать, постремить. Собственно, так вот. Вот. Собственно, вот. Да, ну и продолжаем. И... Думаю, мы начнем. Пойдем в... А, вот есть у меня такая... Такой вот приятный гаджет. Да что ж, я включаю. Это постоянно прицел. Такой приятный гаджет. Он, собственно, и отслеживает и шаги, и показывает, что там и где там. Куда кто идет и так далее. Обосрался олень или не обосрался. Ну, в прямом смысле слова. Бежит ли он или идет. И так далее. Ну, давайте не будем тянуть. Пойду я уже, что ли, искать олени. Сначала, ну, конечно, слушайте внимательно. Слушайте звуки леса. Игра, на самом деле, очень атмосферная, очень классная. И периодически я вот тут бегал буквально минут 20. Слышал, как-то, что кто-то где-то там промычал. Я пошел туда. Ну, ладно, рассказывать это не буду, потому что это не является целью моего стрима. Моего стрима является целью... Цель моего стрима является вам показать игру. Ну, многие, конечно, знают. Достаточно популярная игра получается. Вот. И будем прислушиваться, идти и смотреть на шаги-шаги. Подсвечиваются таким красным цветом. Ну, следы-шаги. Это еще может быть помет. Как бы не только. Это именно следы от копыт. Так, а идти мы будем, дабы не заблудиться. Мы пока просто поставим метку. Метку мы поставим куда-нибудь. Давайте вот к этому домику. Вот к этой штуке. Стрелять я не умею. Но я читал буквально всю механику стрельбы. Но считаю, где-то для винтовок 100-155 метров это 0. То бишь, пуля летит ровно в перекрестие. Где-то если ближе, то пуля чуть-чуть идет выше. Если дальше, то чуть-чуть ниже. Ну, как в DZ, в принципе, та же самая механика. Ну, ничего обычного. Необычного, точнее. Так. Сейчас я себя послушаю на стрельбе. Буквально 5 секунд, ребят. 1-1. 1-1. Да, все окей. Так, все. Сейчас я с вами окончательно и бесповоротно и чатики читать, к сожалению, не смогу. Ну, дабы не отвлекаться. Когда вот притащу из дома, из своего, где родители живут, еще один Моник, то я, конечно же, буду читать чатик параллельно и стримить. Но это потом. И, конечно, куплю себе классный микрофон. Но это в августе месяце. Так, ну а пока, пока, пока. Мы пока что идем. Не знаю куда, но потихонечку идем. Так, я думаю, надо посюда обойти. Пока следов не видно. Следы подсвечиваются красным цветом. Так что мы мимо них не пройдем. Ну, какие камни. Какие здесь камни красивые. И, кстати, да, вот видите, одышка. Одышка очень влияет. Если вот сразу же после, так сказать, перебежки или какого-то спринта за прицел садиться, так сказать. Но это не сильно позитивно, так сказать, окажется на вашей точности. Вот я как будто сейчас бубню, бубнем что-то. Может быть, кто-нибудь прокричал, а я не слышал где. Ну, хотя бы, хотя эта штука мне покажет, на самом деле. Кто где кричал, кто где пернул и так далее. Какая атмосферная игра. Кстати, у нас по игровому времени 6 часов утра. Да. Пока что тишина. У нас же где вы, оленятки. Хочу оленя, оленя, хочу. Кстати, да, когда здесь убиваешь оленей, здесь не можно с ним фоткаться. Это очень классно, на самом деле. Кстати, всем говорит... Опачки. Сейчас, тише. Следы. Заяц. Идет заяц. Заяц идет назад. Ну, заяц идет назад, но назад мы не пойдем, там наша база. Тем более, мы оттуда как бы пришли. Я думаю, он уже давно убежал. И зайчика достаточно сложно поймать, насколько я понимаю. Ну, чисто логически. Я вообще очень... Ну, в этом деле, и как бы я не хочу охотиться за такой сложной добычей, как мне кажется, заяц. Ну, опять заяц. Он где-то здесь. Видите, кружок это, типа, он где-то здесь бегает. Опять заяц. Ну, как бы это... Нет, я все-таки слышал то, что зайцу нужна отдельная лицензия. Я думаю, даже если я выслежу, то это... Я не смогу его убить. Так что пофигу, по сути. Нам нужна более крупная добыча. Я пытаюсь еще по сторонам смотреть. Графику я на полик выкрутил, дабы не было лесенок, чтобы было видно, кто где там стоит и так далее. Но видимость, ну, не очень видимость хорошая, на самом деле. Да, эти зайцы, мне не нужны зайцы. Мне нужно лень. Так, куда я иду? Куда я иду? Ну, вроде иду прямо. Правильно, точнее. Вот, еще левее чем взять. Ну, вдоль, конечно, дороги не самый логичный выбор. Все-таки пойдем более-менее чаще туда. Можно, кстати, всяких оле... Стойте. Стойте, стойте, стойте. Оказалось. Да, сейчас такие бывают глюки, на самом деле. Вот, вроде, вот, ты видишь, как будто бы это олень, а это вот не лень, это палка какая-нибудь или коряга и что-нибудь. Я, кстати, да, обкакался, когда вот буквально 15 минут бегал, мне показалось, это рога, а это из-за камней ветки торчат. Я уже думал, сейчас я голову-то ему отстрелю. Но не тут-то было, кстати. Следы, кстати, следы, да. На самом деле, очень обеспеченный иду, но пока что просто след ищу, так что... Опять зайчик. Ну, зайчик, нам не нужен зайчик. Идет зайчик. Ну, пусть идет. Зайцы достаточно милые, у меня бабушки были зайцы, ну, точнее, кролики. Я их очень любил, так что мне их отстреливать как-то не очень приятно будет. Так, опять зайцы. Ну, много тут зайцев идем бегает. Ну, мне кажется, нужно, чтобы зайца вычислить, нужно... Ай, идет он. Чтобы зайца вычислить, мне кажется, надо тут вообще ползком ползти. А я вот бегаю, как ошалелый тут. Ну, главное просто на след нарваться, на самом деле. На оленя след идет зайца. Много зайцев. Ну, ладно еще. Хоть что-то есть, какая-то живность. Если вам нравится, давайте ставьте пальцы. Кстати, да, у меня есть второй канал. Там будут вот такие подобные игры. Здесь я просто стримлю. И для фидбэка здесь большее количество людей будут смотреть и скажут, говно, не говно. Что мне подправить? Ну, понятно, что дикция у меня говно. Так что, в принципе, вообще как бы... Просто такой вот фидбэк небольшой собираю, потому что где-то через недельку там будут уже стримы, нарезки, нарезки, других всяких разных игр. Так, а здесь, так сказать, отмирую мастерство стрима, но это печально получается, потому что я половину букв не выговариваю, еще шепелявлю. Ну, ладно. Так. Ну, короче, тут... Я так понимаю, здесь полно зайцев, ну и пусть они бегают, как бы фиг с ними. Опа. Ну, я надеюсь, что каждый след это будет след оленя, но... На самом деле это все зайцы. Зайцы, зайцы. Зайчик, попрыгайчик. Так, ну, понятно, короче. Я так понимаю, нужно, чтобы найти зайцев, какашки не оставил тут, не нужны никакые какашки. Я так понимаю, чтобы найти... Здесь соленья или лосья, нужно больше в лес двигаться. Да, это все зайцы бегают здесь, бешеные. Бешеные зайцы. Вот. Тихо, 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 зайчик. Что? Как в тебя попасть-то? Ну, вы увидели все. Нет, на самом деле сложновато тут прицеливаться и как-то вот, мне, по крайней мере. Ну, на самом деле, мне кажется, я не смогу убить, потому что кто-то мне писал или где-то читал, что на него нужны лицензии. Отдельно покупать. Игра, да, донатерская. Качается бесплатно, но чтобы можно было отстреливать кого-либо, нужно задонатить там. Я задонатил 350 рублей. И я 3 месяца могу отстреливать подавляющее большинство животных. Да, некоторые лоси я, конечно, не могу убивать. Но, тем не менее, таких попсовых... Да ёп! Крупный бабой! Нет, это невозможно их убить. Они, на самом деле, очень... Здесь надо дробовики, или что, я не знаю, что против зайцев. На самом деле, используют... Они прям под ногами дыгают у меня. Как бы нам нужен лось, большой лось или олень. Я с ним сфоткаюсь и поставлю себе на аву в контакт или в контакт, ну, в группу или... Бежит. Ну, будь зайчик бежит. Что, зайчики милые, они их нельзя убивать. Конечно, ну, то ли, чем я, само такое. Но, тем не менее, пусть этим занимаются живодёры. Так. Я пока что иду к своей точке. Олени мы ещё не встретили. Да, игра, кстати, долгая. Это не просто ты появился, и тут на тебя олени сыпятся сверху, и ты только успеваешь стрелять. Нет, я... Я как бы хочу пока что реализовать такую штуку, как пойти куда-нибудь к озерку, если тут таким... Тут воды полно. Там засесть. Есть такая штука, я сейчас покажу. Монок, я не знаю, как называется. Монок, может быть, может быть, нет. С этого фотик, да, есть. А, кстати, стойте, я лучше так посмотрю. Это на четвёрку. Вот если я сейчас нажму, это будет, типа, звук там, как олень кричит или что-то в этом духе. И покричу только несколько раз и буду сидеть. Не знаю, я так хочу. Я, как бы, собственно, из этого её купил. Типа, как охотник в засаде, да, все дела. Посмотрим, как это получится. Ну, я надеюсь, я в неё буду долго играть, потому что здесь можно и на уток, и на гусей, и на кого только... На кого только... Ну, в общем, кто в лесу обитает. Здесь, в принципе, вся живность есть. Только, наверное, ёжиков нет с белками. Не то, может, белка даже, если я не знаю. Вот. Находится можно на всех... Блин, вот на самом деле какую-то... Какую-то... Хреновую какую-то локацию я избрал. Ой, избрал, кстати, легче произносить, чем выбрал. Для меня... Ой. Что-то, что-то где-то... О! Оленя! Я не слышал оленя, кстати, вот только что звук был. Где-то там. Прям где-то там. Стойте, надо бинокль лучше. Надо лучше бинокль. Бинокль. Ну. Слишком бы изи-каточка была, если бы я сразу увидел, конечно. Я не знаю, игра скриптовая или не скриптовая. Но так или иначе, сейчас я подойду на более... Просматриваю местность, так сказать. Опа-па-па-па. Хотя... Ну-ка. Прям где-то здесь ходил. Давайте мы еще поглядим. Так. Расстояние для винтовки. Ну, вот я уже говорил, как бы, где ноль. У нее 100-150 метров, так что... Придется подкрадываться, на самом деле. Тем более... Стрелок изма никакой, так что... Мне уж точно в упор нужно долбить, чтобы попасть, мне кажется. Так что не серчайте, если я никого сегодня не подстрелю... Не подстрелю. Так, стоп. След какой-то. О-о-о. Кабан. Кабасик. У кабанов чуткий очень нюх. Давайте все-таки за кабаном пойдем. Так. Идем мы за кабаном. А тем временем я сейчас на YouTube буквально на полсекундочки вернусь. Так, оп. Так. Все. Ну, вроде бы с тремейдет. Вроде бы все хорошо. Так. Блин, ну меня... Просто понимаете, меня гложет то, что я... Олень этого упустил. Ну, как упустил? Не пошел за ним. Может быть, я его увижу. Потому что хочется убить. Я еще никого не убивал. Так что... Понимаете, как это для меня в первый раз, так сказать? Я ж не... Я ж, да. Так. Кто ты чудовище? Кабасик. Кабасик, идиот. Какое красивое солнце. Блин, ребят, офигеть. Офигеть. Я по-любому на канале оставлю. Если я даже буду здесь мазать с пяти метров, я это оставлю. Ну, залью точнее на вторую. Стро канал. Дабы этот не засорять. Здесь танкисты. Здесь танкисты мои сидят. Так. Блин. Солнце как бы слепит. Но оно приятно. На него хочется и посмотреть. И... Конечно, нужно по-хорошему-то сейчас сесть. На самом деле, как без шуток, если... Потому что кабасики они очень такие чувствительные парни. Парни, на самом деле. А, вот след. Я вижу след. Еще один след. Еще один след. Кстати, да. Вот кабаны, по сути, они... Они же еще как бы... Стадные животные. И если их будет много... Кстати, здесь животные нападают на людей. И это... Это печально. У меня есть пистолет, я буду... Если что, отстреливаться. Хотя... Поможет ли он мне? А, еще один. Нет, 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 нет. Не хочу. Вот. По-любому здесь кабаны. Ну, в смысле... Вот. Вот эти следы кабани. Так. Блин. Опять кролики. Опять эти кролики. Зайцы. Точнее. Кролики. Так. С, С, С. Где С здесь? Кролики. Мне кабана. Я кабанал. Я потерял кабана? Вот. Вот жопа. Блин. Ладно. Сейчас выйдем, так сказать, на оперативный простор. Посмотрим, может, что-нибудь еще найду. Ну, бывает. И опыта у меня нет. Но от этого игра менее интересной не становится, на самом деле. Это классно, когда ты превозмогаешь, так сказать. Я надеюсь... Я поставил битрейт. Самый высокий. Я поставил там 3,300. У меня... Для меня-то большой битрейт считается. Это мой вон это... Я... Чтобы вы видели... Вы видели, чтобы там, ну, в этих там... Среди стволов, деревьев, так сказать. Хоть что-то. Потому что... Даже мне здесь не очень-то комфортно, так сказать. Выцеливать, высматривать. Так. Ну, ладно. Надо постепенно двигаться в точке. Это туда. Вот, да. Лес, кстати, начинается. Я надеюсь, что здесь будут... Блин, какое же красивое солнце. Ох, ребят. Я просто кайфую. Это офигенно. Вот на моем канале будут вот такие подобные атмосферные, классные. И не будет, попсы. Не будет, а вот классно. Хоть она и классная, но ее постремили буквально все, кому не лень. Я не думаю, что я сам этому лучший стример. Потому что бы там ее вам показывать еще раз, сотый раз. Не знаю. Я как бы буду такие... Более, так сказать... Ну, как бы это не инди-игра, но как бы это симулятор. Симулятор. Но тем не менее. Такие классненькие. Попытаюсь игры отбирать для вас. Не знаю, будет ли у меня это получаться или нет. Ну, по фидбэку я, собственно, и узнаю. Получается у меня это или нет. Так. Еще. Тропление повышается. Вы достигли второго уровня. Я чего-то достиг. Ну, ладно. Это хорошо. Что ты хочешь... Хоть что-то хочешь здесь, чтобы достиг. Хоть чего-то точнее. Ну, ладно. Кролики нам не интересны, но мы идем к эленям. Идем мы к эленям. Так вот. Опа-на. По-любому это олень. Кабан. А вот он наш кабан. Ну, все. И мне в лицо солнце светит. Это на самом деле очень неприятно. Я могу не увидеть эти красные следочки. Вот. Плохо очень видно на самом деле. Блин. Нет. Это по-любому будет... Кролик опять Ази. Это, скорее всего, кабасик. Да. Кабан идет. Так. Знаете что? Нет, стойте, стойте, стойте. Походу, надо паниковать еще. Можно еще походить с этой штучкой. Я не буду произносить ее название, потому что там есть буква Р. А я плохо выговариваю, так что... Нет. Какой красивый пейзаж. Офигеть. Кролик. Кролики вообще незаметны. Зайцы эти. Насрали тут. Опять. Но я опять потерял след. Так, фоц. Ну, вроде... Вроде бы... Нормально идем. А, вось здесь кабан какой-нибудь есть. Я должен убить сегодня кого-нибудь. Ну, как-то это звучит не очень на стриме, но ладно. Ну, вы поняли. Конечно же, животные виртуальные. На самом деле, в реале я бы, скорее всего... Вот мне опять блазнит очень сильно. Подул то, что жопа оленя, на самом деле. На самом деле... Мне вряд ли рука поднялась убивать настоящее животное. Хоть я понимаю, что это очень азартно. Очень, как бы, классно выцеливать. Выслеживать там добычу. Ну, на самом деле, доставляет. Но, на самом деле, убивать мне очень жалко было бы. Так что... Хотя бы здесь, здесь, здесь я... Хоть как-то... Реализую, так сказать, свои желания. Ну, опять кролики. Ну, ладно, надеюсь, что в лесу... Сколько следов, сколько следов. Ну, да, здесь... Подавляющие кролики, грубо говоря. Ну, мы заходим в лес, и я думаю, в лесу мы найдем то, что ищем. И я вам сейчас просто вангую то, что опять из-под ног выскочит какой-нибудь бешеный кролик. Говорит, хей, стул, попади в меня. Ага. О, кабасик. Вот все, давайте, давайте попробуем за кабасиком последить. Все-таки я терял его два раза след от этого кабана. Ну, или не этого. Ну, скорее всего, одного этого же. Ну, тут фиг, что увидишь, на самом деле. Ладно, пойдем. Попробуем, как бы, следовать цели. Нет, нет, нет. Другой след. Другой след. Вот их много тут. Сделаю погромче вам. Идем, чтобы вы слышали атмосферу всю. Кабан бежит. Я напугал. Ну, если он бежит, я побегу. Какой вид-то, какой вид. Вглядываюсь, вглядываюсь, я во что-то, но ничего не вижу. Кабан бежит. Где, где, где не вижу. Ну, на маленький, посмотри. Ну, как, бывают и большие кабаны, и маленькие, там, зависит от породы, все дела, но... Нет. Куда ты убежал, кабан? Куда-то сюда. Кабан, стой. Псс, кабан. Мах, бежит. Бляха-муха, вот же ты. Это, это птичка. Прости. Беда. Дисквалифицирован цель, цель добычи 0-0-0-0-0. Я, по-х... Ммм. Так это... Трофейный выстав... Походу, ее нельзя было убивать. Блин. Я даже... Не, я не буду фоткаться с этим, но нельзя же. Или как? Как подойти? Не хочу, не хочу. Я опозорил свою семью. Пофигу. Так. Отменить все. А-а-а-а. Так, так, так. Escape to cancel. Все. Блин. Я же не знал то, что ее нельзя убивать. Вот черт. Ну и все. И кабаны сейчас разбежались, скорее всего. Ну, блин. Понятное дело. Я думал, это сначала кабан. Уже нацелился. А потом увидел то, что силуэт. Никак не кабана. А-а-а-а. А-а-а. Сон, блин, стонут. Ой. Чё? 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 Заяц? Чё ты бегаешь? Не, ну он. Не, тут не варь. Его убить, конечно. Ах, блин. Ладно. Забудем этот фейл. И пойдем дальше. Все-таки Вдруг будет еще след кабана какой-нибудь. Может быть, его найдем мы. Кабан идет. Кабан идет назад. Нет, ну назад мы не пойдем, так что Пойдем вперед. Ох. Блин, жалко птицу. Я не хотел. Я ж не успел прочитать. Что в шторху, что ее нельзя убивать. Ну ладно. Чё ты? Кто ты? Ну это тот заяц бегущий. Да, внимательным здесь надо быть. На самом деле, если бы я сейчас играл один, я бы сейчас ползал на самом деле. Ну, выходил тут тихонечко. Олень. Идет. Прям где-то здесь. Он прям где-то здесь. Попытаюсь сначала вниз, но вниз. Изи, конечно, посмотреть. Блин. Ну, не, ну, он бы меня заметил, скорее всего. Прочекивают. Так, так сканировал буквально каждый этот. Ладно. Типа, тебя здесь нет. Окей. Нет, не оскорбать. Ах, не видно. А лужи и стул. Убежал, сука, стоять. Не знаю, попал, нет. Я не знаю, это максимальная или не максимальная скорость. Так, 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 так. Здесь я сейчас знаю то, что нужно... Да не кабан, бляха-муха. Вот этот, не этот свет. Идет. Кровь. Да. Идет, бежит. Куда идет, куда бежит. Ой, я сейчас потеряю свои следы. В рядах. Ать-ять-ять-ять-ять. Ну, я... Я видел кровь, отвечаю. Я просто... Я же его уничтожил. Да, вот он бежит. Ну, что ж тут так убежал-то? Свинья. Нет. Вот этот... Бежит. Беги-беги. От судьбы не убежишь. Блин, я какого-то злого. Честно, прям... Какая-то злость, не знаю. На то, что он убежал. Ну, понимаю то, что тут... Ну, вот он, вот он, след. По-любому. Ну, как он в горку так забрался? Бежит. Ну, давай, беги-беги. Беги. Не вижу, не вижу след. Не вижу след. Это старое... Это все ненужные нам следы. Блин, 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 блин. У меня сердце бьется. Хотя она должна была биться, когда я целился, но... Вот так. Вот странно, на самом деле, преследовать добычу. Где вы? Следы, следы. Все, старье. Все не то. Это все не то. Блин, я потерял его. Ну, да ладно. Ну, че-то... Почему так? Ладно, все. Хватит панику отставить. Нет. Я попал в него, я видел то, что я в него попал. И кровь мы увидели все. Не то это все. Неужели он раненый убежит? От меня. Попытаемся заново найти след. Как обидно, как обидно же. Нет, это все старый. Нам нужен свежий, свежий след. Вот он. Нет, это совсем старый. Давай, ну... Вот он бежит. Вот, скресилось здесь тогда где-нибудь. Где-то здесь. Очень странно, на самом деле. Нет, не то, не наш. Не наш. Нет. Блин, ну фак, ну... Вот он. Беги, давай, давай, беги. Я не могу даже сейчас ничего играть, потому что я в поиске этого следа. Мансую лево-право, лево-право. Вот он, вот, вот он красавчик. Куда-то я ему попал в тазовую кость. Прям в жопу, лево-право. Ой. Время добития 2... 2 минуты... 3 минуты он бежал. Целостная строфия 100. Я, походу, ему лично... Я, походу, ему... Именно в анус попал, не знаю. Дистанция 56 метров. Ну да, вот. В ноль мы попали. Ну, точнее, ну... Попали-попали. Ладно, самку мы убили. Давайте трофейный шот, конечно. Нет, все. Надо продолжить. Тихо. Блин! Я зафейлил. Я не знал то, что я хотел поближе... Поближе встать, чтобы... Чуть не сфоткаться. Но, оказывается, они исчезают. Ну, в общем, один олен у меня есть. Это классно, на самом деле. Блин. Ох, надо посмотреть, что на ютубе пишет. Секундочку. Офигеть. Ну что, друзья? Я это буду выкладывать на... Тролик. Да тут не попасть. Вот. Тихо. Это, знаете, называется... Стоун вошел в азарт. Человек, точнее. Я говорю, я не буду убивать кроликов. Почему кролика? Ну, потому что я его смог выцелить. Он сам мне отдался. В общем, это будет на втором канале. Так что я, как бы, скажу. На этом первая часть видео заканчивается и начинается вторая. Так. Ну, и, собственно, что? Бедный малыш. Не хотел тебя убивать. Целостность трофея. Где, где, где? Ноль. Ну, да. Тут, как бы... Не, ну, с кроликом фоткаться как-то западло, на самом деле. Так что я не буду этого делать. И прям в брюхо ему, точнее, в спинку, в бачок. Ну, вот. Первый опыт у меня есть. У меня еще есть 7 пулек. Я думаю, мы еще успеем сходить даже куда-нибудь еще. Блин. Путаюсь немного в интерфейсе, извините, конечно. Ну, пойдем еще сюда, вот, куда захотели. А потом, а потом пойдем сюда. Здесь все разведывайтесь. Здесь, кстати, тоже домик есть. Здесь можно флеш-тро... А быстрое перемещение нет, я же не нут, я с пешком дойду. В общем, езди еще погулять. Тут не одна локация, здесь локации 4. Так что и будут... Говорят, что еще один будет локация, так что мы не заскучаем. Так, ну, вот. Хорошо. Оленяшку убили. Так, кто ты? Белохвостый олень. Идет. О, тут здесь, кстати, можно посмотреть достаточно неплохо. Авось. Он где-то тут. Ну, на самом деле мне не очень нравится такие... Такая-такая местность, хоть она и просматривается хорошо, но атмосфера как-то немного все-таки исчезает. Хочется в леса пойти. Ну, я еще попытаюсь найти эти леса. Так, свежий какой-то след. Накакал мне. Говорит, типа, ищи меня. Ой. Давай поищем. Дружище. Я бы мог сейчас в Монок, или как это называется, вроде Монок. Но... Вышка. Отлично. Но, на самом деле, если, как бы, пользоваться тактикой от Монка, то... Блин, да он, вероятно, здесь. То нужно куда-то именно заныкаться, дабы он там не пошел сзади, не гулял там, ну, да, сзади, сбоку. А вот именно смотреть туда, куда они... Опа, тише. Так. Идет. Блин. Ладно, надо сесть. Как бы вышка бросится, на самом деле, на нее залезть. Типа, залезь на меня, Стон, залезь. Ну-ну-ну. Блин, здесь такие текстурки, я думал, вот этот вот, вот этот камень над гаджетом, вот эта спина оленя, испугался неплохо-то. О, вы слышали, да? Кто-то что-то кричал где-то. Блин, так беспалево еду. А вот и следец. Ну, ям как можно беспалево ходить, потому что они меня не увидят, я так понимаю. Нет, я его напугал. Я его напугал. Малыш, ну блин. Домик. Бежит нас, наша оленяша. Бежит. Ну, беги-беги. В общем, кому-нибудь советую купить эту игру, ну, если хотите, там, можно играть по сети, вдвоем. Я не знаю, можно ли троем, но вдвоем точно можно. Так что, если что, с вами поиграем. Но я не могу обещать, потому что, ну, на самом деле, времени очень мало на всякие игрищи. Ну, я постараюсь уделить внимание. Ну, как бы с опытными играть не очень интересно, потому что он там будет. О, типа, иди туда, иди сюда. Хочется вместе, как бы, ну, бить. Ну, это интереснее, на самом деле. Так. Так, ну. Далеко он не убежит, тут вода. И это, как бы, как таковая ловушка для него будет. Так. Идет. О, все, он уже не боится. А я боюсь. Тащим, не опасается, а я... Сейчас мы тебя настигнем. Думаю, сейчас, вот если я сейчас сберусь на этот холмик, хоть я и буду достаточно палевно выглядеть, но я попытаюсь посмотреть, где как прозонтировать всю обстановку. Так. Нужна моя пушка. Здесь можно покупать винтовки, всяких уток там, мамонит, всякую хрень, кричу, можно покупать. Дробовики, луки, арбалеты и так далее. Ну, донатить, в смысле. Так. Аккуратненько. Внимательно. Внимательно. Алин. Там слев, значит, может быть он там где-нибудь. Эх, ладно. Идет. Ну, блин, я слишком палевно еду. Вот он сюда пошел. Все, да. Я аж даже боюсь гореть, на самом деле. Я аж, как будто сейчас вас спугнул. Почти вылился в атмосферу. Вру, как сказать. Идет, идет, хорошо. Идет. Неужели он к речке идет, или как-то. Тоже речка, по сути. Ой. Не то нажал. Ну, да. Ну, к водопою, может попить. Ну, хотя там это же, это, или море, это, если море, то соленая вода, по сути. Не, не должны ее пить. Ой. Прям вот он. Где-то тут. Прям буквально под носом. Такое ощущение, что он за этим холмом. Такое ощущение, что он за этим холмом. Где-то. Ой. Мне показалось, я его спугнул. Вот тут, блин, сука. Мимо. Зараза. Зараза. Фух. Бывает, бывает, да. На самом деле, да, когда ты включаешь снайперский прицел, то ты не просто, как бы, своей рукой вводишь. Он, как бы, хаотично вводит. Лево-право, лево-право. Вверх-вниз, а ты, как бы, уже подстраиваешься. На самом деле, не сам. Ну, реалистично. Мне-то нравится. Механика прицеливания, так сказать. Не казуально. Так, ну, давай где-то. Ну, он по-любому убежит, конечно, от меня. Но, вдруг, здесь, в принципе, обзор очень хороший. Хороший обзор. И я думаю, может быть, я увижу его. Так. Ну, 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 ну. Ну, не знаю, долго ли они бегут. Я думаю, в зависимости от ситуации. Ну, да, я думаю, не стоит за ним бежать. Потому что он напуган, обкакан. Ладно. Ладно, ладно. Типа убежал. Ну, так или иначе, мы идем к своей цели потихоньку. И это неплохо, то, что мы даже встречаем здесь кого-то. Чтобы пострелять, повыслеживать. Набираюсь опыта. Тоже неплохо. Ну, кто это? Волк, койот, идиот. Койот, это, это, койот, это, да. Че, че, че? Кабасик. Кабасик и волк, и койот. Тоже кого? Я-то не знаю, здесь звери могут между... Между дружбушкой, так сказать, махаться все дела. Наверное, все-таки нет. Это было бы слишком. Хотя, кто знает. Но знаю то, что здесь по-любому нападают на людей. Я прям читал. Ну, вот, отлично. Койот. Койот? Типа, типа волк, будем считать. Типа-то волк, и... Не так... Жалко его будет убивать. Нет, нам нужен койот. Вот, походу, вот койотские следы. Койотские следы. Да ладно. Ну, ладно, кто там? Фазан? Нет, фазан нельзя убивать. А здесь кто? Здесь кабасик, наверное. Здесь кабасик. Нет. Да ладно. Вот так вот легко теряются следы, на самом деле. Ой, свежий, свежий. Какашку мне оставил фазан? Ну, фазанов убивать нельзя. Так что... Так что, профи. То, что он идет здесь. О. Опять фазан. Много фазанов, походу. Потому что... Одни фазаны, где что? Ферма фазанов. Конечно же, я воспользуюсь возможностью прочекать. А мало ли. Но, походу, ничего. То опять на как, фазан? А здесь что? О, кабан. Ну, назад идет. Нет, назад мы не пойдем. Назад мы не пойдем. Сюда идет кабан. Свежий кабан. Ну, это неплохо. Поглядим. На все очи. Ну, на такой местности, на самом деле, сложно что-то понять. Очень холмистая. Может быть, буквально вот тут подо мной ползает, но я его не увижу. Ну, хотя бы что-то посмотрим. Так. Ну, походу, ничего нет. Походу, ничего. Кабасик. Кабасик, вот он. Ну, блин. Есть такая открытая местность. Я не могу не посмотреть в бинокль. Мало ли, я увижу его. Нет, вот, мне кажется, бесполезно. Че-то следов-то нет свежих. Где-то больше. А, вот он. Так. Ну, здесь какашки. Ну, так фазан насрать не мог. Это что-то интересное. Это белохвост и лень, да. Мне показывают, он где-то здесь. Куда идёт, непонятно. Фазан. Я сбылся с пути опять. На плях на мухах. Ладно, кофе, буду на него. Мы идём к своей цели. А, вот. Стойте. Да и дальше. Вот что-то старенькое. Ну, здесь по-любому не фаза. Следы. Каблан. Ну. Кабан, кабаном, конечно, но надо всё-таки идти. Хочу туда, так сказать, на материк полностью подойти. И, кстати, где мы идём? Ну да, осталось немножко до кемпинга, или чё-то такое, я не знаю. Ну, там есть здание, это хорошо. Не, ну, кабана в таком месте не вычисли, потому что я в яме. И я... Мне кажется, это невозможно. И на будущее надо звук игры сделать погромче, а то я плохо слышу убегающих там кабанов, олени. Да вы издеваетесь? Хочет меня запутать кабасик. Кабан идёт прям туда, куда мне надо. Я не буду брезговать таким шансом, так сказать. Я так понимаю, здесь будет спуск, и, значит, я здесь буду очень хорошо видеть. И буду тогда уж подкрадываться, так сказать. Тихонечко и незаметно. Насколько умею, конечно. Насколько я умею. Так. Да, кстати, подписывайтесь на новый канал. Его можно найти в моих братюнях или избранных каналах справа вверху. Кстати, и завтра же буду стримить Гоу Форест. Или же не буду стримить, я не знаю, как бы. Я буквально, так сказать, опять пять минут специально посмотрел, ну, как бы, посмотрел про игру, почитал про неё. И, как бы, не знаю, так сказать, на первых ощущениях, первых эмоциях. Буду вам её показывать, внубить и так далее. И, да, так, где-то здесь был след. Вот он. Хабасик идёт. Идёт хабасик. Мне кажется, Кабана тут убить это достаточно достойная вещь, потому что Кабана такие... О-о-о-о, мансуют, мансуют, хрен попадёшь. Как Борис Бритва. Так. И паливать через... Дорогу идти. Атмосфера вообще офигенная просто. Вот было бы поменьше птичек, потому что они идут, как, типа, фоном постоянно. И как-то, ну... Слишком переборщили, мне кажется, атак в целом вообще офигенно. Так. Кабан идёт. Ну, раз ты идёшь, я тоже пойду. Блин. Может быть, стоит побежать? Или пойти хотя бы. Вот след. Да, надо потом что-то сделать. Игру дабы слышать, чтобы... Потому что был такой момент, когда вот... Около меня оказалось животное, и убежало. Я-то услышал, а сейчас вот я не слышу. Сейчас вот я не слышу. Что-то кричит, как бешеный. Вот там, походу, след. Нет, нет, нет. Не то. Ну, здесь как... Просто намекает этот голубик, мол, залезть на меня, да погляди. Что вокруг творится. Вот. Я и погляжу. Да это не фотик, не фотик. Ну, что, что. Я так вот молчу, потому что я, на самом деле, сосредотачиваюсь, пытаюсь вглядываться. А вось, кого-нибудь увижу. Так, ладно. Следончик. Куда-то туда, и тут следующий сразу же. Ага, тя-тя-тя-тя-тя-тя. Какашки у меня там нет следы. Или какашки. Куда-то вниз он идет. Там водопой, кстати, да. На водопой я так... Нет, я чисто, если предположить логически, то... Животных должно быть больше. Ну и... Где следы? Блин, надо посмотреть, я... Чую, что что-то увижу. Такая местность, так... И ничего. Так, ладно. Куда идем? Угу. Ну, это уже не то. Ну, да. Нам нужен кабасик. Ну, ты ж не мог далеко уйти, пацан. Походу, я потерял след. Это, это... Это... Это старый след. Так офигенно просматривается все-таки. Лучше винтовку, мне кажется. О, да, она. Давайте поглядим. Ведение... Ёп! Вы видите это? Расстояние метров 250, может быть. 300. Но это... Это не варик. Это не варик. Раз, два, три, четыре. И вот... Вот этот чувак, вот этот сейчас заделил, он только что... Я видел, он только что... Что, не мычат или что, не кричат? Я предлагаю пока что не двигаться. Той же я сейчас залягу. И они, походу, просто сюда идут. Они... Они спускаются, да. Стадом. Бляха-муха, еще один. О, был бы у меня автоматическая винтовка. Я, конечно, я бы никуда ни в кого не попал. Так, пока подползем. Вот это... Бархат, как говорит. Один известный вододел. Вот, сейчас нам ничего не мешает. Просматривайтесь. Я не знаю, хватает ли битроэта у вас их увидеть, но... Ну, не сливаются ли они у вас. Но они идут сюда. Блин, они уходят. Фух. Так, что же делать? Что же делать? Ну, по сути, они сюда, мне кажется, не пойдут именно ко мне. Прямо в лицо мне. Ну, я боюсь их потерять. Ну, как бы их сложно принять. Я их спугнуть и боюсь. Что-то колбасит там оленяши. Ой-ёй-ёй. Что там в зуме у нас видно? Не, ну, это не это. Это невозможно. Ходят, тут гуляют, пасутся. За камнем. Ну, и вот фиг знает, что там за камнем. Сейчас, может быть, там яма. Я не прям вынуду передо мной. Или же... Ну, там по-любому яма, раз они исчезают. Вот он. А, он идет сюда. Я не должен зафелить, ребят. Если... Вот если я зафеллю, я буду... Я пойду напьюсь. Хотя бы одного. В смысле, хотя бы... Хотя бы ранить. Все пропали из виду. Один остался. Но... Ой-ой-ой. Они что-то... Они... Это кабан кричит. И они... Они... Походу, крикнул кабан, и они убежали все. Вон он. Вот башка его. Он такой раз-раз на палеве. Башкой двигает. Будет Сана, если сейчас он прям меня так увидит и убежит. Ну, надеюсь тут... Ну, думаю, так, конечно, тут не такой, как бы умный АИ. Вот он, вот он, вот он, вот он, еще один. Но это далековато. Чаковато. На метров 200. Да. Просто своим скиллом стрельбы в этой игре, так как я буквально, может быть, раз в 10 стрелял всего. Вообще всего заиграл. Я не думаю, что я смогу их одолеть. Ну, что ж, ребята, давайте ко мне идите. Я не знаю... Аааа, у меня есть кое-что. Давайте рискнем. Вот, тет-тет. И где? Да ладно. Вот этот камень. Что-то не по-христиански это я сделал. Я их не вижу. А вот. Вот, вот, вот. Вот еще один. Сейчас он будет видно. Должно быть, точнее. Как-то так. Вот он. Если меня плазнит, или я пьяный, не знаю. Ну да, вы не видите, но я вижу тут за деревом. Маленький-маленький сего и отбежит. Идет, точнее. Вот еще один стоит. Нет у меня... Ну, конечно, если я задонатил бы там на супер винтовку, супер зумом, я бы, возможно, бы их... Но я не хочу донатить на самом деле. Пока что. Я думаю, это увлечение там на неделю, может быть. Нет. Ну, фиг знает на самом деле, как оно пойдет. Но этот идет ко мне. Прям на меня идет. Вот он так, чернохвостый олень. Ну, блин. Так, какой обинокль. Голубчик. Он ест... Че он там делает? Что жрет? Или мне кажется? Плохо то, что вам не видно, на самом деле. Ну, может быть, видно, я надеюсь. Я буду лежать до последнего. Если он пойдет назад, я буду... Я открою огонь, если вперед, то я подожду еще. Вот на самом деле, вот я сейчас не буду трогать мышку. Смотрите, как прицел шаребит. Но ты, на самом деле, когда лежишь, вверх пошел. Это рандомно, на самом деле. Не очень комфортно. Бее. Вот еще один. Сверху. Но в теории, я могу их близко очень подпустить. И двоих убить. Буквально вот, просто тут под 20 метров. Да ладно, да как? Я не понимаю. Я ровно в голову ему целился. Бежим. Ну да, попал. Да я ему всю башку должен разнести. Бежит, бежит. Ну беги, беги. Далеко ты не убежишь. Уже идет. Бежит. Короче, у него агония, я так понимаю. Два следа. Бежит. Он не должен выжить. Он не должен выжить. Если он выживет, я удалю эту игру. Ну там просто в голову. Тупо шот. Бедущий Леонид, да. Вот я немного читал, что они очень, очень непонятно, ну, траектории бегут, и вот их легко потерять. Ну как легко, вроде бы сложнее, чем от обычного ведущего. Так. Бежит. И, кстати, да, слева еще от меня олень был, буквально вот, может быть, метров 20, но я не поворачивался, ибо я бы его, наверное, спугнул. Да я его и не видел, если честно. Следы, мне нужны следы. Я схожу вот в эту ямку, я чую, что там след. Нет. Плохо чую. Блин, опять потерял след, это... Вот да, вот о чем я говорил только что. А вот он, след. Бежит. Вот это да. Прям вообще нет следов. А вот он, вот, вот, вот. Что-то я чую, что это конец его пути. Да. О, куда я ему попал? Прям в глазик. Так, стойте. Ну, пять, 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 escape. Не то. Блин, ребят, запутался немного в клавиях. Ладно. Вот так вот сфотканьем. Я как бы лечь хочу. А, во, во, во. Тоже, да, не можно. Блин, тут дерево некрасиво. Ладно. Профиг. Блин, столько эмоций, ребята. Ну, как, 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 как выйти-то из фотоаппарата? Так, целостность, астрофия 100 попал. Голова, череп, 15 метров. Ну, тут 15 метров я уж не такой аутист этот попал. Я сначала думал, на самом деле, ну, как он, как он побежал, просто. Я думал, я думал, я промокнулся, и у меня такое отчаяние наступило. Так, ну, и трофейный шот. Ой. Ну, как-то тупо, я не знаю, как тут правильно это... Пофигу, пусть так будет. Принять, да. Ой, по красоте просто. Ну, прощай, лень. Ты был обеспечный добычей. Точнее, обеспеченным оленем. И не увидел меня, негра в лесу. Так, ну, сколько у нас уже идет стрим? Сейчас мы перейдем. Да, 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 пишут, типа, в 10 метрах еще от меня шел один олень. Да, да, да. На фоне хватает только. Ну, давайте, ребят, сейчас быстренько, и вот, если хотите еще, чтобы я продолжил сейчас стримить именно, то давайте лайков наставьте, кто тут есть хотя бы там, чтобы я увидел или там, ну, чтобы на самом деле, понятно было, если не хотите, то я, собственно, закончу. Что, что вас мучит? Давайте, в общем, я жду ваши лайки. Так. Лайки, лайки нужны. Сейчас 189, ну, там, запилите сколько можете. Ну, я продолжу тогда. Сколько эмоций, блин, господи, классная игра. Надеюсь, ее хватит надолго для меня. Так, ну, таки сюда мы еще не дошли, но надо дойти. Так что потихоньку пока что пойдем. Как я их случайно увидел? Блин, я же так еще думаю, а, надо же посмотреть, и там столько оленей. Блин, это офигенно. Ну, пока мы не будем отвлекаться на следы, мы пока... Я подожду ваши лайки, и, собственно, вот, да. И потом уже буду принимать решение. Хух. Это, это офигенно. Это офигенно, ребят. Это еще только оленя, а там есть лоси, большие лоси, которых... Я читал, я как бы немного читал, я минут 20 так добегал, 30, может быть, по контакту, по сайту их. Вообще, по отзывам, что оленя, ну, лося, точнее, большого лося, как бы, с одной пульки может и не свалить, он может еще и убежать. Вот. Там еще я видел картинку, но там есть медведь. В такой агрессивной позе, я так понимаю, здесь еще медведи есть. Но я точно еще не знаю, как бы, извините то, что я не подготовился. Просто эмоции зашкаливают, на самом деле. Просто давно хотел в эту игру сыграть и так не удержался. Буквально небольшой такой лихберс поиграть сделал для себя. Совсем крошечный. А вот эти элени здесь вот и топтались, кстати. Потом они спускались. И так далее. Вот еще, видите, поможет, они там в ямку падали. Вот они в ямку падали. А где-то он там лежал. Вот тут дерево есть. Вот возле этого дерева. Или нет? Где-то тут, короче. Ладно. Пока пойдем по дороге. И да, по-моему, песенку можно на фон поставить. Но она может атмосферу вырубать, на самом деле, игры. Самой. Так. Поглядим, а вовсе опять увижу. Олег, я, ты, кстати, на самом деле, когда в моно кричал, я вот не знаю, что их побудило ко мне пойти. На самом деле, может в моно, может быть, нет. Какашки. Опять какашки. Что это у нас? Черный хвост или нет? Ну, нет. Я хочу дойти до точки. В общем, пока я иду, вот видите, до этого, как сказать, костерка и вот этой точки пока что. Запиливайте лайки, если хотите продолжение. Я могу еще полчасика погонять. Может быть, кого-нибудь еще настигну. А потом все это на канал, на второй канал запилю. Кстати, да, подписывайтесь на второй канал. Это в моих интересных каналах. Самый первый, самый верхний. Там будут подобные игры, классные. Я просто здесь фидбэк собираю, так сказать. Смотрю на соотношение лайков, дизлайков и комменты. Нравится им или нет. И так далее. Пытаюсь что-то тут увидеть. Кстати, да, есть утки, гуси, водоплавающие. Так что. Охотиться тут можно хоть как и хоть какими способами. Есть луки, арбалеты. Классная игра на самом деле. Так что, если кто-то заинтересован, может быть, какой-нибудь человек адекватный. Купите, ну, правда, донатите. Это минимум рублей 260 на неделю вроде бы. Я на три месяца или на месяц... О, я на три месяца взял, так сказать, абонемент. Членство. За 350 рублей, в принципе, я считаю. Не такие уж и бешеные деньги, потому что прям в танках стоит столько же. Но в танках, видите как, в танках заходишь, и ты начинаешь полыхать. А тут, так сказать, расслабление, я считаю, это очень неплохая игра для отдыха, на самом деле. Хоть она немного напрягает, но в плане того, что нужно напрягаться. А так, в принципе, очень даже ничего. Какой-то костерок нарисован. Я вот не могу понять, что это. На самом деле, честно, не знаю, не знаю, что это. Вот, что-то есть, какие-то строения. Что-то тут имеется у нас. Что? Музыка. Тут есть седевая коп. Ну, игрушечка. О, что это, что это у нас тут, каной. И что, я могу поплыть? Нет, скорее всего, не могу. Так, ладно, посмотрим, сколько там лайков на пилихину. Да, 258. Ну, ладно, конечно, тогда продолжу. Спинтарс будет, ребят, спинтарс будет... Не сегодня такой. Сейчас, сейчас лайков запиливано. Это офигенно, на самом деле. Ну, для меня это офигенно. Я вижу то, что вы хотите, и я продолжаю. Так. Ну, давайте. Вот, добежим до домика. И там уже мы увидим на материк. Ну, как это тоже материк считается, но... Такой полуостров, или как это назвать даже. Скорее всего, полуостров. И пойдем дальше. Хочу какого-нибудь лося увидеть, потому что лось достаточно крупное животное. И, ну, и, конечно, хотелось бы убить кабана, потому что кабанов найти очень-очень сложно. Если мы оленей этих лосей, оленей видели в зум, далеко-далеко от кабанов, я думаю, не так будет легко найти. Они, так скорее всего, из-под носа будут тоже убегать, и вот в этом вся трудность, на самом деле. Здесь есть всякие подкормки и всякая такая проще лабуда. Но это за донат, там, конечно, копейки вроде бы, насколько я не ошибаюсь. Вот, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, это тоже деньги, как бы, если... Стопэ, не показалось что-то или как. Да, походу, показалось. Показалось, что кто-то здесь шлындал, бегал туда-сюда. Ладно. Тут домик какой-то, я хочу понять, это тоже, типа, респ такой, или, там, скупаться можно ли на нём. Кстати, у нас цепь... Ну, у нас, может быть, уже... Если север... Уже день, как бы, самый. Слышали? Прямо около домиков. Крикну. Блин, я устал. Отдышка. Отдышка это плохо. Где-то здесь. Где-то здесь. Так. Ну, так как на поле его нет, и я его не вижу, то бишь... И он меня не должен видеть. Да, логично. Он же не арта. Разве что услышит. Разве что услышит может. Блин, мысли, мысли с головой просто утекают, куда я вижу след или какой-то палево наступает. Ну, а тут, тут, тут не видеть, на самом деле. Ничего. Это и чаще. А мы постепенно приближаемся к домику. Ну, три спас, скорее всего. Ну, от неё, так сказать, далее мы пойдём. Стойки. Стойки. Ну, вот опять поблазнило то, что это олень. Мне даже, походу, снится оленя будут сюда. Когда я играл в спинтерс, у меня был такой сон. Сейчас я расскажу. Что я где-то застрял на грузовике. И, ну, так сказать, немного опрокинулся. Ну, градусов там, может, 15-20. И меня подпирает другой грузовик. Чтобы я, соответственно, далее, как бы, ну, полностью не опрокинулся. И нам кидает арта. Прям в бок куда-то. И там сплэшем что-то такое. Так вот, это такой сегодня яркий отрывок из моего сна был. Я думал, это я переиграл в спинтерс уже. Так. Ну, почаще бежим. Следов нет вообще. Вообще ноль. Фактически. Слышал, что ведут тут всякую мелкую жив... Опа. Живность. Ай-яй-яй-яй. Это те, кто только что подключился, чернохвост или идет где-то здесь. Где-то здесь. На самом деле, в такой чаще очень безумно тяжело его высмотреть. Пока я буду так ходить, он уже может уйти. Более чем достаточно. А если буду так вот бегать, как я сейчас, опять накакал. Походу, стайка, и походу, ходит здесь. Если буду бегать, как я, как вот неадекват, то это... То они могут убежать. Ой. Ой. Впаливо. Впаливо. Однако. Ну ладно, пока нам это неинтересно, мы идем до домика. Если хотите до изи, я бы с удовольствием подстремил до изи. Я раньше в ней играл, ну как бы, ну там мейнстрим уже, типа как майнкрафта, я не особо хочу. Но... Опа. Ага, внизу. Внизу-то я с радостью. Вниз погляжу. Ну такое ощущение, что мне будут мешать кроны деревьев. Я, скорее всего, ничего не смогу сделать. Точнее, видимость будет ужасного. Хотя нет. Знаете? Не так уж плохо. Давайте внимательно на какашки посмотрим. Какашки. Идет где-то здесь. Позиция у меня просто шикарная, на самом деле. Опа. Красава. Стойте. Я же вижу его. Да, вот он идет. Ну-ка, манок, манок, манок. Бог любит, троицу. Давай, неадекват. Ему пофигу. Гуляет он, значит. Вот так, так, малыш, хорошо. Давай еще по сигнале тебе. Блин. Будусь в интерфейсе и прошу прощения. Ой, он встал. Слушай. Может, мне лечь надо? Ай. Я такой, знаете, настойчивый олень. Иди сюда. Визжат, визжат. Что-то не по-детски прям. Вот он, если вы не видите. Ну, кто присоединился только что? Говорит, что для подобной винтовки, да и в среднем для винтовок в этой игре, как бы, ноль это 100-150 метров. То бишь, ноль это, значит, в перекрестие летит там буквально миллиметрики, ну, сантиметрики, разница. А вот если дальше уже, то уже, соответственно, пуля летит ниже. Но, тем не менее, вот у меня плохой зум, плохая винтовка, самая первая. И на ней на дальних дистанциях, мягко говоря, плохо. Ну, вот он идет. Собственно, скорее всего, да, этот Манкаун так возбудился, пошел ко мне. Я надеюсь, он меня не видит. Вот я еще кричу ему, давай, типа сюда, иди на смерть свою. Вот он идет. Олень аж ничего не подозревает. Это белохвостый олень, самочка. Это, походу, водопой? Он пьет или что-то делает, я не знаю. Давайте. Давайте. Прицелимся, может. Тут метров где-то вот именно есть, 150. Плюс-минус на глаз. Вот, хорошее бревно. Нравятся такие бревна, кстати. Я сейчас отползу, тихонечко отползу. Подползу выше. Ой. И, по сути, по сути, он должен ко мне идти. Вот он сейчас захолмал. Я сейчас еще крикну манком. Ох. Вот он. Вижу его башку. Ну, да-да-да, вроде сюда идет. А-а-а-а. А-а-а-а. Ну, где же ты? Хм. Блядь. Блядь. Вставай, Стоун, вставай. Да куда? Какой бинокль? В башку просто. Я, 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 значит, много крови он, много крови плещет просто. Я сначала думал, это какое-то большое-большое животное. Ну, в смысле, я сначала испугался. И вы видели, как вот этот олень, ну, он не знал, он шел на манок. И он спас своего брата, собственно, тоже белохвостого оленя только. Ну, та самочка была. Она вот просто в рубашке родилась. Потерял я след. Потерял я след. Как же тому оленю повезло. Блин, я потерял след. Фак. Если долго искать след, то он станет обычным. И уже потом вовсе может исчезнуть. Где-то, значит, там должно быть. Вот он. Как я тут, как я послал почву? Прослал почву, Стоун, давай. Бежит. Беги. Как он с дыркой в голове бежит, конечно, для меня не сильно понятно. Но, всякое возможное. Людям в голову металлические ломы вставляют, и они потом выживают. И еще побеждают на чемпионатах по шахматам. Ну, всякое бывает. Ой, как я прям, как чуял, прям, что он здесь следует. Вот это удачный день. Конечно, вдвоем тоже веселее, но надо еще почитать, какую добычу сложнее выследить всего. И вот на нее попытаться поохотиться. Так, так, так. Походу, я прослал почву опять. Ну, опыта у меня, на самом деле, ребят мало, так что не судите строго меня. Я, я как бы, буквально второй раз в этой игре первый там побегал, минут 15. И, собственно, на ваших глазах впервые. Ну, где, 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 я не вижу. Вот как в реальности. Ну, в реальности по крови, да, там, в принципе, можно, особенно зимой. Но вот как летом вот ищут раненых животных. Ну, хотя, да, там, в принципе, что. Хотя нет, вот убил он, так и лень он убежал. Ну, вранил, олень побежал. И, собственно, не знаю, мне кажется, тяжело. Блин, пацаны. А, вот вижу. Сложный, сложный след. А вот эта тушка уже. Он здесь наследил, еще пожил здесь немножко. Так. Блин, он, он, он спрятал свою часть. В которую я попал. Ладно. Так. Что мы, давайте, поглядим? Опять в череп. Дистанция 10 метров. Ну, 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 понятно дело. Ох. Это было жестко. Ой, олень. Ну, кривые какие-то фотки. Я, извиня, плохой, вонючий фотограф. Так что, ладно. Тракал for hell. Так, 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 так. Не, ну, некрасивая фотка получается. Блин. Я опять забыл, как выйти отсюда. Вот я, аутист. А, эскейп, точно. Ну, и он исчез. Фух. Он говорит, до домика дойти. Тут еще вон, какие страсти развиваются. Так, а где у нас домик-то вообще? Домик у нас вот. Мы почти до него дошли. А, еще далековато. Нет, нет, не надо фостровывать. Я-то думал, то, что вот домик на карте, в смысле он прям здесь находится, а он, оказывается, просто показывается, в каком направлении, так сказать, хатка. Ну, ну, извиняйте, опыта у меня мало. Как бы все на, на, сходу изучаю. Вот это нежданчик. Давайте, ребят, еще одного лени я убил. Ну, я не знаю, есть ли еще смысл еще с времени. Это будет 2 часа уже, получается. До 2 часов где-то, получается. Длина будет записи. Если хотите, сейчас сколько у нас лайков? 270 лайков. Давайте еще, еще давайте лайков догоните там до, не знаю, скольки. В общем, кто может, поставьте лайки, если хотите, чтобы я продолжал. Если не хотите, ставьте, ставьте дизлайки. Сейчас 8 дизлайков. Я пойму, в общем, 270 лайков и 8 дизлайков. Если не хотите, чтобы дальше стримил, давайте. Кстати, много лайков столом. Сто он хочет лайки. Просто не знаю, как еще больше понять, ну, вас хотите или не хотите. Ну, пока побежим, да, пока вы там ставите пальцы вверх. О, кстати, да. И поглядим, что там у нас есть вдалеке. Кстати, да, кто захочет скачать игру, скачивается бесплатно, донатится 350 рублей или 260. Кто скачает, или кто будет качать, или кто будет играть, пишите в личку мне лично на ютубе. Мы с вами свяжемся, договоримся. Как красиво, ребят, просто, ну, офигенно же. Какая красивая флора и фауна здесь. Ну, точнее, флора, это флора, да, это природа, а фауна, это это вроде животные, если я не ошибаюсь. Врач, пейзажи здесь классные, карты классные, мне очень нравится, на самом деле. Приятно побегать. Не просто так. Все очень так, рельеф очень богатый, камешки, все так классненько. Офигенно, на самом деле. Мне кажется, эта игра стоит своих денег, вот даже вот 350 рублей на 3 месяца, я могу спокойно отстреливать почти кого хочу и как хочу. Ну, вот фазан. Фазана вначале убил, конечно, это было была моя ошибка, потому что его нельзя убивать. Но, что поделать. Не всех там зайчиков вроде нельзя убивать, каких-то, какого-то вида. Но, эта лицензия, ну, в смысле, этот донат имеет, дает возможность убивать фактически, ну, фактически всех животных. За исключением очень редких. Я бы хотел какого-нибудь лося с рогами, с такими гигантскими. Ох, да, я бы, я бы пострелял. Вот эту бы карту Спинтарс, да. Кстати, да, вот смотрите, в чем беда вот в танках, да. У нас очень убогие деревья, у нас очень они убого наставлены, да. Из-за того, что танки большие, у нас, вот, нам все кажется очень маленькое и игрушечное. А вот здесь прям ощущаешь высоту таких деревьев. Почему, допустим, бы не сделать, не знаю, какой-то прям очень игрушечный, миниатюрный мир у них получается. Вот, ну, вот. Как-то нет вот такой детализации самой вот минимальной, допустим. Вот почему бы вот такой сложный ландшафт не сделать, когда хэвок будет. Чтоб там танчики застревали и так далее. Это же сразу добавляет такой реалистичности игре и так сказать она будет более взрослой так выглядеть. Согласитесь. Что это у нас? Нет, нам туда. У нас как-то очень все по-детски, детализация никакой абсолютно. Да, пилят они эти текстурки, но... Ну, тихо. Ну, надеюсь, когда они запилят и там текстура всего-всего-всего будет поинтереснее. Но на самом деле нужно менять ландшафт и более делать его серьезным, так сказать, продуманным. Не знаю, потому что как бы они графику не пилили, мне кажется, так она и будет выглядеть по-детскому очень. Ну, я их понимаю, движок в старой на самом деле. Почему вот такую травку не сделать красивую? Папоротники. Да, понимаю, 250 тысяч онлайна, но... но все-таки... Ладно, танки это все-таки наше все. Так, стоп. Ого, я слышал, что-то. Да. Это здесь. Мне показалось какие-то сани в корень деревьев. Так, что вы там, по лайкам напилили лайков? Ну да, 30 лайков, 30 дизлайков. Ну, собственно, давайте дальше продолжим. Так, ой-ой-ой-ой. Здесь бы по кемперии. Кстати, да, в следующем я хочу к речке подойти, к озерку, пруду какому-нибудь и там в манок покричать. Блин, я боюсь, что я неправильно называю эту штуку вроде манок. Но вроде манок на уток или... Не важно, короче, вот в эту штуку покричать и порождать оленей. Это было бы классно, мне кажется. Ну, мало кому нравится просто стримы, где человек будет сидеть на одном месте и нести всякую чушь, но... это на самом деле интересно. охота. А вдвоем еще интереснее. Один постоянно наблюдаю, другой ходит, ищет. Отлично же кимплей. Ой. Ой, мне кажется, вот или нет. Кажется или нет. Конечно, кажется. Кажется, кажется. И, кстати, да, вы заметили то, что вот мы ушли от кабанов, ну, кабанов, зайцев уже нет, потому что местность сменилась. Хотя знаю то, что кабаны неспокойно живут в лесу, в любом лесу могут жить, так что странно, что мы здесь кабанов не встречаем более, ну, следов точнее их. Кабаны не очень такие, так сказать, пригодные ко всему животные. Приспосабливаются точно нехорошо. Прям где-то здесь кричал. И в такой ситуации, конечно, в моно кричать нет смысла, потому что я в невыгодном положении, я не знаю, откуда он придет. Мне нужно быть по-любому выше или... Блин, мне, мне глюки одни сплошные. Я думаю, то, что ты везде лени, везде лени вокруг меня. Опа. Уэээ, он сказал, что-то такое. Что-то здесь. Тихо, тихо, пацаны, всем камень не шелудите там. Мать твою. Он где-то здесь. Я замираю, чтобы смотреть. Вот он. Тихо, тихо, тихо. ты себе выдал, пацан. идет. Вот он идет. Да, видать, смертельное ранение у него было сразу же, моментально он упал. Классно, классненько, классненько. Так, попадание в туловище, тире, печень, тире, левая легкая. Ну, просто, я как бы это собрал тут небольшой, небольшой комбо, печень и левая легкая, сразу прострелил ему. Небольшой такой, ленинг, 50 эггг, прошлое было 67. Давайте, сейчас я сейчас-то я сделаю фотку, достойную. Так, 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 ну, как-то, аностранно, работают. Эй, как-то, непонятно на самом деле. Тут близко, то, пофиг, пусть будет так. Прощай, леняша, ты себя сам выдал. Ну, тогда сам не любил хвостые лени, потому что, вот, я начинал в другой локации, и, в общем, там были лоси, у меня следы лосей, я вот долго шел, я играл минут 20, я вот, минут 10 из всего геймплея, я шел за этим лосем, я не мог его найти. Как будто, я так понимаю, это более сложная такая добыча, не то, что вот эти лени маленькие. Я хочу, какого-нибудь рогатого все-таки подстарить, потом на аву себе вконтакте. Ой. Так, какой пейзаж, какая красота. Просто, вот, понимаешь, играете, и вот, просто даже красиво смотреть на всякие, всякую травушку. Кстати, как на движке хэвок, на этом движке будут танки. Вот, и спинтарс тоже на движке хэвок. В общем, возможности этого движка вы, собственно, сейчас видите на своих глазах. Что он может, какие он может быть, давать тени, не то, что в танках у нас эти точечные какие-то прям, прям вот, вот прям, листочки прям так шелестят. Так, секундочку, я свернусь, без паники. так, я, собственно, тут, я читал комменты ваши на ютубе, там еще типа, в голову живой, а в туловище, ну, на самом деле, фиг знает, но, по сути, если это симулятор, и такую, такую элементарщину, они бы, скорее всего, просмотрели, прочитали бы разработчики, и, может быть, на самом деле, когда бы основано, ну, по сути, в голову, да, его должно в каках разнести, но, тут, опять же, легкая печень, мне кажется, он сразу же кони двинул, ну, там голова, я понимаю, да, ну, может быть, на вылет, или как-то, всякое бывает, ну, ладно, попробую еще раз в голову попасть, и посмотреть, собственно, что из этого выйдет, но тогда, кстати, кто вначале не смотрел стрим, я там на минуте 20, что ли, или 30, подстрелил еще одного оленя, я попал ему ровно в попу, и тот бегал, достаточно долго бегал, 3 минуты жил, а вот мы дошли до домика, это, так понимаю, стрельбище, а, вот, и протестить винтовку можно, кстати, здесь еще, патрончики, есть, можно купить, приобрести, я так понимаю, вот, кстати, да, по поводу сказали, типа, не качайте пиратку, в стиме, она бесплатная, она бесплатная, можно бегать по лесу, прям, можно делать хоть что, но, стрелять вы не сможете, вот, допустим, вы видите оленя, хоть в 10 метрах перед вами, вы нажмете клик-клик, но, вам, типа, скажут, что у вас нет лицензии, членства и так далее, в общем, типа, игра по-любому донатная, а бесплатная, это, типа, побегать, посмотреть атмосферу, собственно, вот, изучить, изучить механику стрельбы, и так далее, вот, собственно, для этого, она бесплатная, давайте, сейчас, что он покажет вам, супер класс, хотя, кого, на самую дальнюю, так, пальну, вот, и да, кстати, по механике, вот, я сейчас прицелюсь в центр, и, автоматически, прицел уведется, ну, типа, движется, и он, рандомно движется, так, что, давайте, попытаемся, в дальнюю, сразу же, тут не будет, 150 метров, может быть, метров 90, так, что, лечь он должно, нормально, хотя, я ж, так, ай, сложно, нет, куда-то, где-то, в семерку, шестерку улетела, вон, пулька, сейчас, я покажу вам пульку, но, это уже поближе, пытаюсь, я сопротивляться, прицелу, этому, гадкому, ну, что ж, ты собака, ай, я не могу, он мне, он уводится, все, хватит, думаю, так, ну, если видите, три пульки, ладно, сейчас, приду поближе, ать, ать, бабочки, блин, офигенно, на самом деле, я, я влюбился в эту игру, буду, скорее всего, для, так сказать, для души, в нее играть, что-то искать для себя новое, интересно, не все, этих оленей маленьких, стрелять, на уточек поохотиться, на лодке покататься, да, вот, три пульки, три дырки, в принципе, понятно, сейчас мы поглядим, можно ли закупаться здесь, по сути, не потому, что, патроны нужны, если, так, всего осталось, три штучки, просто, я, написано, то, что у меня, мало, бесплатный абонемент, на всякие пульки, бесконечные, сейчас, мы узнаем, тихо-тихо-тихо, вы видите, это мышка, маленькая мышка, мне жаль, но я должен был проверить, можно ли убивать мышей, но казалось, что можно, ладно, мышка, на самом деле, очень на морозе была, ей пофиг было, то, что у меня винтовка, со мной в руках, сейчас я попытаюсь, зарядить пульки себе, потому, что, не хватило у меня, не знаю, здесь ли это дело, или нет, инвентарь, как пополнить, а, вот еще, бэкпэк, так, 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 блин, это будет плохо, конечно, так, 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 инвентарь, вот, к дэшечка ух ну и все думаю сейчас мы пойдем где-нибудь на материку куда-нибудь вглубь достаточно холмистая карта как видите это я так понимаю то гора а вот это все от низинка тут то бишь вот тут вот она большая игра гранди а вот это все это все уже к эта штука непонятно спуске так далее есть болотца кстати да вот хочется мне куда-нибудь сходить либо сюда либо сюда вот либо сюда потому что и здесь есть есть водопойчики и хочется что-то под как-то по-любому там будут они либо вот сюда в эту лагуру кстати да так что поставлю точку следующую здесь сюда да так я с вами сейчас мы найдем сколько стил стрим у нас идет а вот два часа ребят я думаю все таки на это надо заканчивать потому что два часа думаю этого хватит чтобы вы собственно видели что за играть донатить надо от 260 рублей до 350 рублей ну это вот самый такой днищинский донат там месяц за 700 рублей там на год что за 1500 на на год абонемент но вряд ли вот обидно будет если вы не будете в него играть я думаю три месяца это вполне достаточно так что я и там еще дает дается винтовочка какая-то или что-то какой-то обрез дополнительно если за 350 рублей если за 260 то ничего не дается так что где то я считаю самым оптимальным будет 350 рублей на три месяца членство на 3 месяца кстати офигенное место на самом деле так что до соседи с вами буду прощаться на этом стрим заканчивается подписывайтесь на мой второй канал он мне в интересных каналах на самом верху там будут вот такие всякие стримы разных других игр так же кооператив с вами если ну там там уже по ситуации будем действовать в общем всякие такие штучки няшные будут напоминаю то что это я была на движке хавок так что что-то подобное нас может быть ожидает в танках но не факт конечно посмотрим как его реализуют наши друзья из логе но с вами был стоун всем всего и пока пока